Здрасте! Давненько, так сказать, не виделись. Это вообще мой абсолютный, по-моему, рекорд невыпускания видео. И те, кто за мной следят там в Инстаграме, Телеграме, знают то, что я переехал в Дубай. Даже непривычно давно с вами вот так вот просто не разговаривал. Надеюсь, надолго не задержусь, очень хочу уже в Москву. Я тут нахожусь практически уже около трёх недель, и всё это время, ну не прям каждый день, но с момента старался снимать влог, какие-то интересные события происходили. Соответственно, всё то, что вы увидите в этом ролике. Я не понимаю, кто у меня за дверью-то разговаривает. Немного расскажу об основных событиях, которые будут. Мы с Каролиной посетили самое высокое здание в мире, Дубай-экспо, самый большой аквариум. Я покатался на Макларене. Здесь также мы покушали бургерный Мистера Биста. Ваши любимые ребята Костя, Саша, Прадеевич, Фреймтеймер, Бустер будут в этом влоге. Ещё совсем скоро к нам прилетает Лёшка-кореш. Обязательно что-то снимем. Извините, что вас так задерживаю, но просто хочется вот поделиться. Ещё буквально вчера мы сняли... В моём ролике приняли участие такие люди, как Миша Литвин и Слава Бустер. Что именно мы сняли, вы можете увидеть у меня в Телеграм-канале. Надо было у вас как-то забайсить. Переходите по ссылке в описании. Либо вводите просто мой псевдоним, XL. Для тех, кто не знает, с галочкой, наверное, будет первое в поиске у вас в Телеграме. А мы начинаем влог. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Что я сжимал? Влоги 2015! Ой, как выключить? Как же хочется налить в 200 гранёный громовый стакан. И, блядь, курт, курт, курт. Больше ничего не хочу. Возможно, это влог, который никогда в жизни не выйдет. Нахуя тогда снимаю? Блядь, как настраивать здесь, сука. Хочется вернуть атмосферу влога в 2015 году. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня новый влог на моём канале. Мы поедем в парк Актернационов, в Сафари парк и в аквапарк. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки на мои новые ролики. Давайте наберём 13 подписчиков, и тогда я буду радовать вас влогами каждый день. Мы сейчас находимся в городе Дубай. Это столица арабских пиралов. Абудаби, столица, ты, блядь. Это наш отель, он называется Цезарь. Суперовый отель, мне нравится. Но дорого. Чихи-палчик. На самом деле, по нынешнему курсу, то, что мы купили его ещё в январе, ну не весь отель, а номер, то нормально стоит по деньгам. Там колесо обозрения, самое высокое в мире. 250 метров. Вообще, приехал в Дубай, и исключительно ради колеса обозрения оно не работает. Я печален. Что вы думаете насчёт этого в комментариях? Напишите внизу. Мы вообще хуем, блядь. Чё, может автомобиль? Ты? Э? Во, в тени вообще классно. На солнце нет. Во, друзья, вы ещё если не видели колесо обозрения, то оно такое ровное. Оно просто невероятных размеров. Небольшую раскадровочку. Я говорю, мой, Шуга Дэдди привёз меня в Дубай. На про кого нахуй. Немножечко Дубая вам вот такого. Немножко кадров. Фреймтемер, зацени. Здесь, кстати, музей Мадам Тюсот. Для тех, кто не знает, что это такое. Загуглите сами, не буду вам нихуя объяснять. Дамы и господа, с вами ведущий Ил Яскивич. И сегодня я хотел бы у прохожих позадавать вопросы на тему происходящего и ситуации в мире. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Амчик, бах. Как вы относитесь к тому, что вообще происходит? Чтоб жили мою жопу одна. Дай деньги. А? Дай деньги. Зачем? Надо. Пошёл нахуй. Вот так вот ещё. Дубай вам немножечко дам. Вот это здание особенно впечатляет. Чисто, чтобы вот дырка вот этого, чтобы на самолёте вот так пролетать. Ладно, я... Никакого подтекста, если что, извините. Вот так вот, вода там, вода. Это называется Персидский залив. Немножко географию вам закину. Это я на фоне Дубая. Ну, прям как Краснодар, блядь. Немножко не дотягивает. Пожалуйста, ты можешь меня снизу фотографировать? Всем привет. Друзья, смотрите, кого встретил. Это же Влада 4. Это влог, который никогда в жизни не выйдет, и он продолжается. Мы сейчас идём к славе бустеров. А где мы? Я не знаю, где... Я не знаю, где я... О, мой бог! Феррари, это Кадиллак Моргенштерн. Это слава. О, а ты стоил? Это влог, который никогда не выйдет. Влог на YouTube, который закрыли в России. Нас посадили в такси. Чисто сидят в рюкшке. Куда это там? У тебя рука шалун залезла. Я, блядь, на двух бутылках сидел. Я на трёх бутылках сидел. Охуеть! Гостеприимство, блядь. Откуда вы знаете? Жизнь, да? Причёски крутые. Чё за барбершоп? Как ты наличными будешь? Ты чё такой смертой? Ты как наликом чё? Телефон ударишь? Блядь. Думать надо, блядь. Блядь, тебе так в жюри. Ёлки-палки, блядь. Я, чтобы вы понимали. Зашёл в одну бургерную, посмотрел, сколько там стоит чизбургер, блядь. Поднялся в Эндис, там дешевле, и мы там поели, блядь. Да вкусно хоть было? Да нихуя! Опа, друзья, всем привет. Влог день 2. Я не успел снять всё, что хотел. Мне было похуй. И вот сегодня мы возобновляем наш эфир. Слава приехал к нам в отель. Мы будем сейчас есть. Он на новой машине классной приехал, которую ему дали его подписчики. Друзья, вызвал эконом-такси в Дубае. Как вам такое? Хелло! Где ты хочешь идти? Дубай экспо, пожалуйста. Минусов много. Сзади мест нет, блядь. Крыша нет, блядь. Крыша нет, блядь. Что за машина без крыши? Дешёвая, блядь. Ты, наверное, вино старое пьёшь и сыр с плесней есть. Конечно, сыр с плесней нет. Мы идем на выставку какую-то Дубай экспо. Говорят, на неё посетить, что там классно. ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-БАЙ! Короче, здесь какая-то странная система паркинга на этой. Слава просто взял, оставил вот так вот ключи и машину. Ещё, блядь. Кому надо, приезжайте в Дубай экспо, забирайте ферари. Это просто розыгрыш, понял? Да. Боя кадр, Слав, я ебанутый просто. Чё, ну в Дубае пока сани нет, но я здесь укрощаю жёстко. Слава заходил в туалет. Наху я тут жёсткий сначала, пошёл. Ебанутый, что ли? Наху я тут жёсткий в туалет? Я не знаю. Я чё, теперь казнить должен? Я просто захожу в туалет, и там такая, типа, женщина, «Оу-оу-оу, блядь!» Тихо, я сказать не могу, блядь. Я такой, типа, «НО ДИК ПУСИН!» Ты меня даже не оставил, ебанутый, ради контента, готового, чтобы меня казнить. Я ещё захожу, и не могу писсуары найти, понял? Чё, с хуйня? Я просто на диске не показываю, типа, ой? У них написано 2020-е, я ничё, блядь. Ещё врачок, какой Дубай Экспо? Экспро? Эхро? Эхро? Ну да. А ну-ка, Слав, у них какие-то бабочки посерьёзнее, чем у тебя. Где? Вон слева. А ну-ка, ты раскроешь. Чё, может, обиди вопрос сейчас, блядь, извините, эту бабочку так. Ой-ой-ой. Вот растопырил, блядь, лучше сейчас всем разойтись здесь, нахрен. Может, тоже как аттракцион встать? Алло. 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 Нихуя-то аватар. Трук-манты. Трук-манты. Здесь это неправильно. Здесь это неправильно. Так нельзя. Алло. Чё молчит? Для чего это существует? Ты нахрен. Ты у неё спрашиваешь, ты у себя спроси, ты для неё не знаешь, что ты ответишь, блядь. Каждая страна представляет свой стенд. Очень много стран, но практически все. Не знаю, наверное, какая-нибудь Северная Корея только здесь нет. Охренища народу. Невозможно всё будет посетить за раз. И вот стенд России. Огромный просто, если честно. Все выходят с очень расстроенными лицами. Мы зашли в стенд России. И здесь какие-то фиксики-кафе. И есть фиксики? Большой власть. Тут только русские работают, давай проверим. А здесь Любли вас принимают? Как только мы зашли на стенд России, в ресторан фиксиков, к сожалению, у меня разрядилась камера и не осталось дополнительных заряженных аккумуляторов. Поэтому экспо не получится вам показать. Но если вам интересна эта тема, поглазеть, то можете на ютубе там. Ну или прилететь в Дубай, но экспо уже сегодня заканчивается. Все привет, это мой влог из Дубая. День четвёртый. Надеюсь, хорошо слышно. Мы находимся в Дубай-моле, самом огромном торговом центре планеты. Если, конечно, нам не напиздели. И сейчас мы заходим в самый огромный аквариум планеты. Как вы уже поняли, в Иранских Эмиратах, точнее в Дубае, всё самое-самое. Если у них что-то не самое большое, то они, в принципе, этому не рады. И вот мы находимся под водой. Это вот так выглядит. Если честно, в качестве картинки можно было побольше сделать, получше. Аквариум. Мы заплатили на двоих 15 тысяч по нынешнему курсу. Не знаю, как сейчас у вас потомки. Или наоборот, это при этом, что это и подводный зоопарк, как в аквапарк. Блин, не кричите, не дайте мне, не срывайте мой влог. И аквариум и подъём на Бур-Шалифу. Небольшой спойлер, да, мы ещё поднимемся на самое высокое. Куда мы, блядь, вышли, Каролин? Что за хуйня? Это значит, мы сейчас пройдём в другое место. Там была кула, у неё меч вместо носа. В хозяйстве бы пригодилось, чисто распилить там фанерочку, баню построить. Нам сказали, что в подводном зоопарке будут пингвины. Я никогда в жизни не видел пингвины. Только вот сейчас увижу. Ты не заходишь, и здесь чисто всё в голограммах. Булл-шарк, бурит-вайт, маком, трещерк. Меню ресторана, что ли, какое-то, хуй его пойми. Блядь, кто здесь орёт? Ебать, нахуй, мой бы дед такой условил, блядь. Ну вот это просто рай для рыбака. Сейчас прикормку закеем, нахуй, и тут начнётся веселье. Лэйк Сторджон, блядь, да сом напишите по-русски. Прикольно, люблю, запах ещё такой стоит. Жаль, что на ютубе ещё не придумали передачу запахов через картинку. Но знаете, вот этот запах аквариума, он прям тут ядрёный такой. Ну это, эти, как их? Это лосось. Это черепаха могучая какая-то. Это черепаха, которая там миллион тысяч лет. Нет, прикольно, я бы здесь тоже плавал, как экспонат. Нормальная жопа. Она так забавная. Латрих, что ты здесь делаешь? Ааа, вот они. Копаю. Морскую звезду я себе иначе представлял, а то, что это как будто пять хуёв крещённых, смотри. Вот на вот это посмотри. Блин, это классно! Ребята, если вам тоже это нравится, ставьте лайк. Если вот так подзадумываться, то представьте то, что это живой организм. Разумный живой организм. Ну как, мне кажется, тупой пиздец. Природа это просто пиздец. Природа настолько сильна, что она даже застопорила птиц. Лёх! Ой, я только трогатаюсь. Вот это в натуре тяжёлая артиллерия. Это реально, видимо, самый огромный. Смотри на его гостя. Батья, он огромный, просто пиздец. Ему здесь не тесно, не мог он побольше квартиру снять тут. Блядь, с жильём, конечно, в Дубае трудновато. Но, как видите, даже себе самый огромный крокодил на планете не может позволить себе двухкомнатную квартиру. Немножко попозарил с ними, у них всё в порядке. Друзья, с вами по-прежнему экспедиция Эксайла. И мы сейчас заходим в тёмную арену. Ночиных жителей тупая. Где ты, блядь, сука, я тебя пойду, нахуй. Прятался, думаешь, не найду, нахуй. Я здесь просто сдаю час, только чтобы тебя найти. Ну, он закал... А, или это скелет. А, него остался. Блядь. Смотри, красивый. О, нифига, у него хвост голубой. Блин, он прям... Это так освеченный. Здесь должны быть... Эти, которые принесли к нам хуйню эту, блядь. Я ничего не выищу. А ну-ка, их сейчас надо отпиздить за всё, за всё. А, вон они в углу. Их там так много, Каролин, посмотрите. Видно, нет, мужики, вам хуй его пойми. Но вот прям там их... Ты срискок их там. Ебать, у них кучка там могучая. А, вон он. Блин, реально сложно было найти. Короче, вот я вам даю. Статичный кадр. Найдите здесь хамелеона. О, смотри, это карот. Пэрот, точнее. Чё, они не могли, чё ли, для огромного паука Валер найти? Жалко, что Слава не пришёл. Мне кажется, он бы заценил вот этот момент. Мы подошли к пингвинам. Очень интересно на них будет посмотреть. Я никогда в жизни не видел пингвинов вживую. Ой, вот такого, я знаю, в Лови Волну был. О, вот это пингвин! Почему он просто стоит и пялит стену? Я и пингвинов. Какие-то супер микроорганизмы. А, нет. А, да. Да, посмотрите, такие маленькие, просто безумно маленькие. Здесь, наверное, это видно. У меня бы здесь просто дед. Охуел бы. Если бы был бы жив. О, нам дали покормить рыбок. Я бросаю. Оп. Кидаю. Оп. Здесь большой семье и балом не щёлкать. А это пофиг, мне кажется, она сытая. Давай вот эти мелкие. Смотрите, что там плавает. Там просто скат размером в ковёр, блядь. Дневная рутина пингвинов. Они просто вот так вот стоят и втыкают. Как-то скучно быть здесь с животным. А, это какие-то микроорганизмы, которые окрашивают воду. А, по-моему, ещё прошли, смотри, там эти плавают, как их, выдры, или как их называют, смотри. Оптер, это у нас выдра, да. С биологией всё было охуенно. Спасибо, сделай наш шоу. Видите, вы идёте просто там, к хуй пойми, по лесу. И тут такой комок лежит. Ну вот, рука. Ваши действия. Дорогие друзья, я хотел к вам обратиться. Возможно, не все подписаны на мой инстаграм. Я недавно выставлял. Кстати, подпишитесь. Самая актуальная сейчас платформа. В общем, если вы проживаете в Дубае, и у вас есть какие-то идеи для моих роликов. Возможно, у вас есть там ебануто огромный объект, или какие-нибудь площадки, платформы, где мы можем снять, допустим, прятки. Пожалуйста, напишите вот на эту почту. Или у вас есть какие-то другие идеи. Если у вас есть какие-то машины, что-то типа такого. Если у вас есть своя идея, если вы там оператор, творческий человек, будет очень интересно с вами встретиться, пообщаться. Итак, дамы и господа, поднимаемся на Бурдж-Халифу. Самое высокое на данный момент выходки этого видео здание. Будем висеть примерно вот так вот нахуй. Трусы порвутся, я умру. Немножко радиоактивного излучения вам сейчас ебану. Приготовьтесь. Надеюсь, у вас не выросла третья нога. Бля, не такое, что оно большое, да? Похуйне, а говорят, что оно типа вот... Самое высокое. Все, спасибо огромное. Вы посетили Бурдж-Халифа вместе со мной. Всем удачи, всем пока. Я был в 2008 году, в 2014, с 2013 на 2014 в Новый год, и вот сейчас вот в 2022. И могу вам с уверенностью сказать, что это три разные города, потому что, сука, так быстро здесь все строят. Каждый раз приезжаешь и появляется все больше и больше зданий, возможностей. Я сейчас иду и нихуя не помню, был ли я на той Бурдж-Халифе или на какой-то другой. Понимаете, насколько технологический прогресс пирамиды строили столетиями, а тут, блядь, вот такие парни, нахуй, заебашили за пять лет. Что-то похлеще, чем пирамиды. Ну хотя, там-то пацаны на своих спинах таскали, я, по-моему, женщину проебал свою. Ладно, продолжим. Небольшой фактик, который как раз я знаю из далекого прошлого, здесь не только самое высокое, но и самые быстрые лифты, блядь. То есть ты поднимаешься наверх просто за скоростью. Не скажу какой, возможно, напишу на монтаже, возможно, мне будет похуй. Короче, арабы молодцы, построили пиздец. И сейчас строят еще более высокую, на 200 ебаных метров здание. То есть это уже будет ближе к километру. Километр в высоту здания, это... Я туллюсь его, блядь. Кстати, можете сравнить, вот Бурдж-Халифа стоила, по-моему, миллиард долларов, если я не ошибаюсь. И остров мечты, где мы снимали прятки, тоже стоил миллиард долларов. Что вам нравится больше? Самые быстрые, самые высокие, здесь все самое-самое, блядь. Три лифта, пиздец, здание, самое высокое, три лифта, вы че, блядь. Когда только начинали строить, здесь такие были эти. Писочный самый вопрос. Конкретные фотографии, pretty quiet. Не надо плякать. Атмосфера очень похожа на Empire State Building, когда мы были в Нью-Йорке на влоге по Фортнайту, чемпионата мира. Ох, вспоминаю, хочется плакать. Здесь вообще застройщик Ямар какой-то. Наверное, это какой-то просто нереальный строитель, который в соло, вот здание Ямар, Ямар, Ямар. Вот эта огромная лепеха, это тоже Ямар, 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 Ямар. И даже вот эта Бурдж-Халифа, это тоже Ямар. Припиньте, вот сколько этот застройщик зарабатывает денег. Плюс-минус, как я с партнеркой Ютуба в 2017 году. Как же прекрасен Краснодар все-таки, да? Ничего. Казахи молодцы, построили все вот это. О, нет прям гипервосторга. Может быть, я зажрался. Если ты будешь на вот этом, шпик, или как она называется, штука, ты будешь видеть то, что у тебя под ногами ничего нет. Это пиздец страшно будет, захватывающе, и ты получишь больше эмоций. Больше эмоций получаешь, когда именно снизу смотришь на этот масштаб. Вот, например, кстати, Уилл Смит забирался на вершину Бурдж-Халифа. Просто посмотрите, насколько фантастически это выглядит. Вы че, блядь, мир без насилия? Не скажем, нет насилия, только дружочки. Ебанутся, блядь, мне не нравится. Взял Макдональдса попить. Умиротворение какое-то, не было бы здесь еще людей, было бы вообще классно. Так, я в Дубае уже шестой день, или пятый. Пошел сходить, отведать Мака. В тот раз не записал, не знаю, показывал ли вам. Не записал реакцию, потому что у меня сел по батарею. В общем, взял себе попить, два часа, чисто затестить разницу между русским и, не знаю, работает ли у вас вообще Макдональдс или нет. Чувствуется какое-то умиротворение, сел на скамейке. Большой стакан холодного чая, два часа, обычных, не двойных. Обошлись мне в 25 дирхам, это где-то... Секунду. Это 750 рублей, ёпт твою мать. По поводу вкуса вообще абсолютно одинаково. Вот часы прям точно такие же, как в России, но кетчуп другой. Это все, что я заметил. Лука больше, а вот персиковый чай холодный. Здесь просто имба, здесь вкус более насыщенный. Если будете в Дубае, рекомендация, попробуйте холодный чай. Охуенно. Здрасте. Русские люди помахали, не знаю, русскоговорящие. Друзья, мы в ночном Дубае, здесь так красиво. Ладно, я надеюсь, настанет тот момент, когда Каролина скажет, ладно, проверку прошел. Я долларовая миллионерша. Кстати, одна из особенностей Дубае является то, вообще, в принципе, не только Дубае, но и всех Арабских Эмират. Блядь, а где дорога? Одной из особенностей Дубае является тот факт, что здесь запрещен алкоголь. И мне очень удобно ходить по ресторану, открывая меню напитков, и там только безалкогольные коктейли. А, сегодня была новость о том, что заблокирует YouTube и возможность невыхода этого влога умноженной на 2. Хотя, на самом деле, я даже, если его заблочат, я все равно буду любимыми способами, сука, летать в Узбекистан и выкладывать видео. Думал, приезжу в Дубае и... Ой! Приехал в Дубае, думаю, ограничусь от всех новостей, в итоге нихуя. Влогер, да. Ай, идите нахуй, сука, мне вообще-то, блядь, уважаемый человек в России надо мной прикалывается. Блядь, так охуенно себя сидешь, снимаешь по песочку с маленькой камерой, с маленьким пензисом. Не жизненная сказка. Я обнаружил у себя на пляже вот такую огроменную... Надеюсь, нет? Полосу препятствий. Ебанутая. Че, ролик записываем? Ну, или что-то вставить? А? Предлагаю, кто последний добежит, тот... Того скармливаем акулом на обед. Ставь лайк, если хочешь увидеть, как мы проходим пол... Блядь, ебучее море, давай потише. Ставь лайк, если хочешь увидеть, как мы проходим эту полосу препятствий. Алло, сасам! Снимаешь? У меня грязная камера. Да, вся заляпана. Я пришел к выводу о том, что конвертировать валюту в рубли здесь вообще не стоит. Я себя ощущаю в конкретном Брокбой. Блядь, у меня осталось всего 21 тысяча рублей. Это мне осталось на две недели, при том, при всем, что мне нужно еще кормить Каролину, блядь. Вот есть 100. Это 3 тысячи рублей. А 100 здесь стоит покушать? Думаю, посидим на берегу моря. Бургер 150, 5 тысяч рублей. Так нас круто приняли. Там, вам водички принести? Нет. Мы на сцене смотрим. Я просто вот так вот смотря в пол съебываю, потому что мне стыд, да, блядь. Блядь. Не знаю, я ощущаю сейчас конкретную пустоту, когда я был в Америке. Примерно такое же у меня было ощущение, когда я выживал на 10 долларов в день. В итоге мы переехали сейчас в апартаменты, подальше от моря, в какую-то, блядь, пустыню. Друзья, прикиньте, здесь коток в торговом центре. И вот, смотрите, они распыляют верхоть. Хоть знаете зачем. На фоне Маши и Медведя. Блядь, нос сгорел нахуй, когда я успел. Всем привет, друзья, ночной Дубай. Лех, так не смешно снимать. Всем привет, дорогие друзья, сегодня у нас новый влог. Дубай! И хоть сегодня у нас влог из Анапы. Анапы выживают в Дубае. Костян один из лучших в английском сейчас. К нам, когда американцы, американцы вот это вот порвались в хату, они так по-английски шпилили. Ой, вон. Мы еще им сдали хату, в которой мыслим, а по ней зашли карточкой. Да, а как так? А, брат! А, где ты? Дома. Ты где, ты где? Бринс. Почему? Я тебя, я тебя, я тебя люблю. Ооо. Подождите, стойте. Пока не двигайтесь. Теперь вот тут, проходите вот тут. Давайте, давайте. Это проходка, это проходка. Илюх, тебе голову отрезало. Это Кейси Нейстер. Подожди, еще вот такие нужны кадры. Уйди, съебался. Ну съебись, для перебивок. Да уйди. Потом вот такой кадр нужно для перебивки. Такой кадр с пальмой. Для перебивки тоже. Я свистеть научился. Походу не научился. Я умею так. Блять. Блять. Блять, секунду нахуй. Дай тебе размяться. Перебивка, перебивка. Что ты надеешь сегодня? Ники Феллини худи платит 100 долларов. Ники Феллини платит 100 долларов. Джордан? Редванты? 200 долларов. Нет, 250. Такой дорого для шнекеров? Нет, 500 долларов. Ти-ширт, тоже Ники Феллини. 70 долларов. Это мой последний. И бэкпэк. 100 долларов. Это все. Привет, чувак. Что ты делаешь сегодня? Дай мне. Верблюды. А можем в стилистике. Кейси. Сделать обзор на квартиру. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я сделаю обзор на свою квартиру. в центре Дубая за 300 миллионов долларов. Ты дверь откроешь меня, нет? Ой, блядь. Привет, чувак. Что ты делаешь для живых? NFT. О, NFT хорошо. NFT хорошо в наших дней. NFT хорошо. Извините, ты говоришь русский? Да, да, да. Мы можем говорить русский. Окей. Это моя комната. Окей. О, мой бог, что это? Это мой шкаф. Это мой шкаф. Ты спишь здесь? Это моя комната. Это моя комната. О, мой бог, мэн. Что это? Дёртый дёртый дёртый. Это мой шкаф. Это его одежда. Это басрум. Здесь запасы туалетных бумаг. Бедрум. Ты что, слабак? Ну покажи свою силу, нахуй, которую ты обрёл. Ты там, сука. Чёренок ебучий стал. Обратите дверь, пожалуйста. Здравствуйте. С-с-с-с. Здесь даже кондёр есть. Нихуя себе. Каждый бедрум есть кондёр. Фак! Блэ-бэ-бэ. Это бедрум номер два. Бедрум номер два. и вид из окна смотри пуль о моя с вами пули скал вае но боди хир бурри калифа религия тьма и вайф гритинс ойга деньги и так это зал зал чек серёга каролина узал достаточно вместительный здесь можно в принципе жить 15 человек балкон достаточно объемный дуба и прикольно да сделали типа бурж калифа буква ай ой сэр и у них хир я я митинговая апатемент красивый апартамент я уже очень люблю красивый и ты приготовился о ма да мэр мы говорим английский фаск это Каммель, ты знаешь? Камель это это сигарета Вот такая малолитражка Мама Первую передачу Включено уже Чё ты блять на ламборгини шо ли не ездил? Ну ты рэпер или кто блять? А куда ехать? Ой-ой-ой-ой Тихо брачи Маму Есть? Главное не дрифтить за это именно руки Ну дай газу Ну мать Заметел что ли ситофоры долгие какие-то? Ой-ой-ой Ой-ой-ой Мамочка Ой-ой-ой Уражает похоже Ой-ой-ой Мама Бля ну именно животики есть такая, да? Бабочки Еее Флайн Здесь штрафы ебанистические, друзья, шо вы понимали Превышение на 60 км в час вроде 60 тысяч рублей стоит Не не 60, 30 Блять Вон санясты Блять Как окно открыть тут блять Залази сука, трахать тебя будущее Саня, садись на коленке Блять, может проедем? Под ней Попробуем Чикс Я не хочу парковаться именно Не та передача Саню, Саню не сбей, плиз Да похуй, главное машину Мне не нравится это, пилип Саня конкретный регулировщик Мне кажется, что вот мы въебёмся, он скажет, стоп. Ну отлично, всё, дядь. Экзамен в парковке успешно провалили. Перед ты в паркинг? Ты в паркинг не поставил, всё. Е-пизда. Блядь, да ну нахуй. Блядь, что здесь делает расческа нахуй? Пару слов. Классно покатались, мужики. Парканг. Аутофак. Вот такие вот приключения здесь. Нищая, нелая, шины стёрты в хлам нахуй. Протектора ноль. И двери странно открываются. Что за машина? Хер пойми, у нормальных машин. Так. А эти. Это шо? Как фигня, блин. Чё, реально? Зато у нас конвертипл. Зависла машина. А-а-а, завелась. А мы куда сядем, Илья? А пошли вы нахрен, козёлы. Э, ты козёл. Да, уруль очень тяжёлый. Пойдём кружок дадим пока. Ну кружок хоть дадим. Не на Илюхе сказать. Да ну его нахуй, блядь. Он умеет заебать, блядь. Илья этот, блядь. Ёли, блядь, я емит. Я кататься хочу. Тысячу долларов, блядь, отдал за сутки, ёбаной, блядь. Ёб твою мать. Дайте мне покататься. Идите все в писту, блядь. Постоянно какие-то неудобки в этой машине, плюс всё пищит. Надо затестить первый раз. Тоже табуретка, постоянно что-то пищит, блядь. Тормоз очень тяжёлый, просто его надо вдавливать, сука. Каждый раз. И постоянно это пищание, я не понимаю, от чего оно. Блядская мама. Она маму ебёт, случайным образом. Она не супербыстрая, как заявлено было, 3 секунды до 100. Но этого вообще не чувствуется. О, ес. Чё? Тут выходить, конечно, блядь, неудобно. Я этого всё ебал. Табуретка, блядь, ебучая. Очень сложно не газовать. А у тебя машина, ты нажимаешь педаль, она тебя сразу рвёт? Ебёт прям без... А у меня, блядь, нахуй нет. У меня прям... Ну, типа, я даже не... Я не знаю, как ездить на ней. Оливье, 85 дирхам. Сели здесь по шубу 55, это получается сколько? Это полторы тысячи дирхам. Ой, полторы тысячи рублей. Это получается почти три косаря. Это тоже почти три косаря. На дверь, просто капот надо. Давай, давай. Я не прищемел. Нет, блядь, пошутил, нахуй. Блядь, прищемел руку, сука. Блядь, ну, сейчас кайф. Кстати, мы сейчас поедем на заправку. Интересно, сколько здесь стоит топливо. Понятно, что оно дороже, чем в России. Это очевидно. Хоть и нефтяная страна, но тем не менее. Не терпится ещё сделать замеры с нуля. Именно по ощущениям, по эмоциям. Макларен это, пиздец, очень опасная машина. Заебёмся так вместе? Нет. Ваше лицо мне кажется очень знакомым. О, извините. Вы говорите в английском? Да. Здесь, оказывается, ещё оплачивать нужно, блядь, возле колонки. Блядь. Три с половиной дирхама за литр. То есть у нас сотка бензин и 98-й стоят около 60. Здесь, блядь, 100 рублей. Это, то есть я заправил 53 литра за 174 дирхама. 174 дирхама это сколько? По прошлому курсу было бы 3 умножить на 2, это 60 рублей. Так же. А, ну да, было бы так же. Топливо реально стоит так же, как у нас, если бы не курс. Хочется сейчас медового кваса и в поле нахуй утопиться ногами. Как человек, который не разбирается в машинах, не интересуется машинами, которого похуй даже на то, что машина ламба или не ламба, здесь просто нехуй делось. Вот на заправке, когда я ел читос, ебануто было. Всё, что после, уже какая-то хуйня. У меня такого ощущения, как будто мы каперы. Сходочка. Я хотел сейчас лаунч-тар сделать. Ебанулся, да? Вот она не цепляет из-за заднего привода полностью дорогу. Из-за этого просто прокручиваются колеса, буксируют. Вот нет прям четкой скорости. Вот это уже другой разговор. Ну ясен хуйня, оно так и должно было быть. И я здесь у всех отсосу, абсолютно у каждого. Макларвина? Я не про машины. А, буй. Хочу ли я загорелся на Макларвине, потому что это реально очень опасная машина. Заднеприводная, там чуть что. Пизда нахуй, с моста как улечу, блядь. Что скажешь, как тебе гонка? Я успотелся. Нахуя вы гоняете здесь вообще, блядь, и сидите в машине четвером, блядь? Это моему усложнению. Он быстрый, он хороший владелец, ой, хороший гонщик. Соответственно, Костян, гонщик не со стажем. Мы решили усложнить ему здоровье. Сгадеть. А! Какой хороший биток! И я не про инструментал. Складывайтесь в криптовалюту. Итак, у меня влоговый день номер хрен знает какой, вроде седьмой. Второй день у меня на машине, я сейчас поеду в пустыню, погоняю. К сожалению, из пацанов никогда не проснулся. Думали, погоняем вместе. Надеюсь, не разобьюсь нахуй. Когда двери подняты, просто посмотрите, как она выглядит. Машина, конечно, сто процентов выходного дня. Она некомфортная, но она и понятна, потому что это гиперкар. Руль алькантаровый, от него потеют руки. Не знаю, у меня они становятся потом липкие. Здесь переключается спорт режим, кнопка зажигания, отключения. Ну, приборка довольно простая. Прикольно то, что это кабриолет. Дорогу держит отлично. Хочу сделать замер от нуля до ста. Сколько это будет? Так, коробочка у нас спорт. Поехали. Ебать! Есть, конечно, версия 720 Макларен, который гораздо быстрее и заявлен. Блядь, она... Ну, все равно чуть больше, чем мой пеннис, но тем не менее. На всякий случай здесь сидит... Сидит. На всякий случай здесь лежит огнетушитель для непредвиденных обстоятельств. Во всех суперкарах безумно плохо работает парктроник. Вот у меня такая штука в каждой машине стоит. Здесь платные дороги. Когда проезжаешь под мостом, ты платишь на лоб. Три или, по-моему, четыре дирхамы. Вот каждый раз. То есть ты проезжаешь, оп-оп-оп. Тем самым пацаны делают бабки. Так, мы приехали в пустыню. И сейчас будем кататься на бабки четыре машины. Вот такая уже изночная, если честно, машина. А ты умеешь кататься на сноуборде? Нет. Не вопрос. Где они в Дубае вообще купили, блядь, сноуборд? Нах он тут нужен? Так, сейчас Каролина будет за рулем. Газ посередине нет. Оторвался справа. Я уже забыла, какой он был. Я уже забыла, какой он был. Ты убил труп. Труп. Если все-таки я все, канал передается Олегу кофе официально. Также небольшую долю от контента получает кореш с Парадеевичем. На этом пока все. Мы куда, блядь, левее, блядь. Бак, разлети, блядь. Не волнуемся, все в порядке. Увереннее, работаем. Работаем, не стесняемся. Так, газку, газку, давай, блядь. Газку, 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 блядь. Блядь. Безда. Безда застряли, нахуй. Касек, короче, извините. Он орет на меня. Реально? Ты все орешь, абьюзер. Я тебе экзамены не допущу, елки под. Вот такие вот покупают прав. И все, ну, князиком работаем. Горочку все... Оп. Сейчас все покажут, Валера, как надо нам. Ох, ты, еб твою, блядь. Красота, блядь. Ну. Что? Красота, блядь. Мы, блин, плелись, черепахи. Ты имашь плелась? Ха-ха-ха. I'm alive. That's good. Мы приехали в какую-то деревушку. Тут верблюды. Кушкать. Сейчас поснимаю чуть поближе. Девчонки пришли покататься на верблюде. What is his name? Ты на верблюде. Дай телефон тебе подсеркнуть. Круто. Ой, что-то у него коленки стерты. Ну, коленки стерты, там кровь. Мне жалко, я устала. Бля, ну качество сейчас пиздец. Сейчас понял, типа человек, ну, будто слепой был и прозрел. Всем привет на этом канале. Сегодня мы проверим, так ли хорош мистер Бист, как о нем говорят. И я проверю этот бургер. Саня, эта квартира теперь твоя. Да мне похуй. Все темно. Вот теперь не темно. Эта квартира теперь твоя, Саня. Дайкну его нахуй. Можно я скажу, пожалуйста? Мне просто влог тут, парни. Ничего страшного. Вы все прекрасно знаете такого великолепного человека, как мистер Бист. Давай. Вы так знаете, кто такой мистер Бист? Это тот, у кого он пиздит все ролики. Он открыл бургер давно. Он скопировал у Тимоти. Да. Тут они именные, ну, те, кто шарят, типа Чендлер, Крис, Карл, типа все, кто их знает. Бля, из Триса есть трек про бургер или про охуенный хавчик? Нет, бро. А у Тимоти есть. По сравнению с Тимоти он реально лох. Обед нам обошелся, переводя в Дерхамы на курс. Почти пять тысяч рублей, это за четыре бургера вместе с доставкой. Вот, наверное. Четыре с половиной тысяч. А вдруг там сейчас куча денег, он заходит и такой, пацаны, это все вам. Я такой, у тебя тоже ваша. Парни, ебать, там баба. Парни, там еще и бургеры. Парни, это котлеты. Из денег. Это телефон. Как тебе сказал, Юма? Не смешно. Пока ни одна шутка не прошла, да? Ну, парочку, может, просто. Ну, это еще только начало. Слушай, ну мне, вот что хочу сказать. Оформление, ну, упаковки мне очень нравится. Джимми, это я. Это вот, допустим, Карл. Кто это? Дерьмо в булке. Это ты ешь какой? Это получается, это Карла. Там что написано? Это еще рублей, вот. Это реально. А у меня побольше. Может, я тебя взгрызнула что-то? Типа он сам занимался? Это да, это он сам делал. Джимми. А, я думал, сам дизайн, как сам. В смысле, тут просто булка, котлеты и соус. Больше ничего нет. Да ну нахуй, а бургеры-то необычно, блядь. Там хуй поэпичному. Там какие-то овощи-то, я не знаю. А ну-ка все замолчали. Мне Илюха сказал, сейчас будешь пробовать бургеры. В итоге я снимаю, все хавают, а я снимаю. Вообще невкусно. Вот это, вот это дай туда, Сонечка. Один разочек. Это просто слухомятка, вообще ни о чем. Когда мистер Биз будет смотреть этот ролик, он не поймет, что такое слухомятка. Не смогут перевести. Если у вас есть дикое желание нажраться, как скотина, чтобы вот и на жиром у вас все обтекло, все тело. Это вот это. Это я. Это тысяча рублей? 35 лет, а это тысяча, да. Look at this. Ну блядь! Look at this нахуй. Где, блядь, какие-то помидорки нахуй? Булки порезали, блядь. Вот из одной делают, наверное, штук 10. Из одной. Ну я понял, это чизбур просто спрессованная, типа, булка, аля. То есть это взяли бургер и спрессовали его. Нет, это серединка хлеба, я думаю. Это оладушек может вообще? Да, я попробую. Ну неплохо. Ребен, вот это самое нормальное. Вот это да, неплохо. Для меня это бургер Кинг на максималках. Ну этому поклоннику похуй. Он схавает как все, как хавают бургеры Алишера, так же Иванова. Если переводить на русский ценник, это пизда нахуй. Это настолько, блядь, дорого, что я его ебал просто все. Это не знаю. А все, вы по пизде не заказали, сука. Саша, это ты? Блядь! Блядь! Маме, вон апарк. Там. Ай, блядь, за что? Ты снимай лук. Что это за нога от крысы? Мистер Бист, ты что, нормально не мог сделать? Что это за хуйня? А, свежака не имеется? Йо. Объедки не люблю есть. Вот это, кстати, можешь не пробовать. Вот я пробую. Мистер Бист. Видосы твои топ, а бургеры хуй. Ладно, пробую. Так, по бургеру попробуй. Не хочу. Все, быстро оценка у тебя, 2 минуты. Ну, не, ну 2 где-то из 70. Да, я все знаю. С беконом. Не вызвало какого-то вот эрекции сразу же. Согласен. Я бы не стал это каждый день заказывать. Как раз попробовать из-за того, что... А если бы, ну, каждый бургер давал тебе реакцию? Я и так... Ты был бы... Огромное спасибо, что посмотрели данный влог до конца. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. А также напоминаю вам про мой телеграм-канал. Пожалуйста, я вас умоляю. Давайте там общаться. А также посмотрим, что мы записали с Мишей и Славой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok